Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Друзья, я бы сегодня взялся обижать главную нашу проблему. Источник всего самого отвратительного, что у нас есть в стране, это вот это вот дурачье, которое мне регулярно пишут в комментариях, этот бредовый совет. А вот взял бы ты, Поярков, да пошел бы на завод, поработал бы, отстоял там смену с утра до ночи. Вот посмотрели бы мы на тебя, как бы ты прожил на 15 тысяч гривен, да еще где-то в провинции, снимая квартиру. Ох, и посмотрели бы. Не посмотрите, не дождетесь, потому что вы, стадо дурачья, еще посоветуете нашим футболистам, чтобы они вместо того, чтобы на лужайке зеленой лениво пинать мяч и зарабатывать миллионы, пошли бы всем колхозам рыть траншей. То есть вы серьезно настолько глупы, что готовы посоветовать братьям Кличко, вместо того, чтобы обижать афроамериканцев в ринге, пойти отстоять в пути лица смену. То есть вы готовы посоветовать Руслане лыжичка, чтобы она не пела в тепле, а пошла на ткацкую фабрику и в пыли с утра до ночи, тяжелым трудом зарабатывала бы свои копейки. Ребят, я с уважением отношусь к любой профессии. То есть любой человек, который работает и платит налоги, заслуживает уважения, честь ему и хвала. Но нужно же понимать элементарные вещи. Благосостояние государства повышает создание прибавочной стоимости. Прибавочную стоимость создают не землекопы и рабочие. Ее создают люди, которые обладают высоко квалифицированными способностями. То есть они создают бюджет. Мало того, нужно ведь понимать, что рабочий и крестьянин – это мертвые профессии прошлого. В будущем никаких рабочих не будет. Пролетариат умер как класс. Все. Можно сказать чуть позже Ленина и Маркса. Пролетариат как профессия умер. Не будет рабочих в ближайшем будущем. Вот у меня малому 10 лет через несколько дней. Его поколение уже застанет мир, в котором профессия рабочий исчезнет. Как профессия конюх. Ну практически ее уже нет этой профессии. Как профессия наборщик. Или там грузчик, который мешки на горбу тягает. Или там почтовый сортировщик. Эти профессии исчезли и убил их технический прогресс. На сегодняшний момент уже машина кладет кирпич лучше, чем каменщик. Ровнее, быстрее, качественнее и круглосуточно. В ближайшем будущем сантехник и электрик – это будут машины, а не люди. Эту работу у людей машины заберут раз и навсегда, окончательно и бесповоротно. Посмотрите просто в гугле, загуглите «Boston Dynamics». Есть такая американская фирма, которая развивает эти технологии. На сегодняшний момент эти технологии уже есть. Сегодня технически, ну теоретически можно за очень большие деньги сделать машину сантехника. Правда, это не рентабельно. Это такие гигантские деньги, что проще пока что эту работу доверять человеку. Но это закончится. Профессии рабочий и крестьянин мертвые профессии. Во всем мире, посмотрите, вот в Европе фермеры все сидят на дотации. Им платят деньги за то, что они не выращивают, не производят. Потому что огромные вот эти вот аграрные корпорации, слегка хозяйственные, животноводческие довели этот бизнес до такого совершенства, что фермер не конкурентно способен. Их специально поддерживают, чтобы они не ходили на биржу труда, чтобы они хоть чем-то занимались. Все, это мертвые профессии прошлого. Я с уважением отношусь, еще раз говорю, к любой профессии. К любому человеку, который приносит деньги в бюджет. Но советские представления о мире, это главная проблема, которая в голове у наших граждан. Проблема в том, что человек, который не может заработать денег, у нас почему-то всегда обвиняет в том, что он не может заработать денег кого-то другого. То есть люди не хотят понимать, что если у них есть в жизни какие-то проблемы, то главная причина их проблем, это прежде всего они сами. Если вы живой, здоровый, руки-ноги есть, если вы не ребенок, не калеха и не немощный старик, и у вас есть проблема заработать денег, то это единственная проблема. Ребята, отсутствие мозгов. Другой проблемы нет и не может быть. Только человек без мозгов может быть бедным и нищим. Все, отсутствие мозга причина нищеты. Вот этим Африка отличается от Швейцарии. Отсутствие мозгов и образования в Африке и присутствие в Швейцарии. Главная причина такой разницы. И виноваты в том, что в Африке живут как в Африке. Совсем не швейцарцы. И когда вы мне, вот эти вот бараны, которые дают совет пойти поработать на завод, да я уже не успею. Ребята, завод, где работают рабочие, не конкурентоспособен. От Америки до Китая огромные автомобильные заводы, ноль рабочих. Ноль! Потому что иметь рабочих на заводе нерентабельно. Еще недавно на сахарном заводе работало 300-400 рабочих. Все! Сегодня там работает 11. Все в белых халатах. И никто из них не рабочий. Производят они в 4 раза больше. Продукт в 5 раз дешевле. И зарплаты у них. Ребята, во всем мире, в развитых странах, уже обсуждается, что не получается всех трудоустроить. И определенная часть населения, неквалифицированная, будет просто получать безусловный ежемесячный доход от государства за то, что они ничего не делают. Потому что некуда девать рабочую силу. В развитых странах она не нужна. И когда вы советуете кому-то идти поработать, вы вдумайтесь. Человек, который идет в салон и покупает Феррари за миллион долларов, приносит государству пользу в размере 250 тысяч долларов налога, за которые строятся больницы, дороги и так далее. Он, купив Феррари, принес пользы больше, чем 50 землекопов. А когда кто-то в порыве глупости и кретинического советского идиотизма говорит, а ты не иди покупай Феррари, ты поработай слесарем или токарем, человек расписывается в кретиническом идиотизме. И средневековой отсталости. Все, мир поменялся. И вот этот вот советский кретинический идиотизм в голове, который сидит у миллионов наших сограждан. Они не хотят учиться. Они не хотят менять ничего в своей жизни. И они верят до гробовой доски в глупости, которые им вбили в советской школе. Вы спросите у любого совкадрочера, кто в Советском Союзе, допустим, изобрел атомную бомбу, кто сделал атомную бомбу. Они все вам в порыве кретинизма скажут, ну как кто, Курчатов. То есть они не хотят признать, что на самом деле, просто проверьте в гугле. Бомбу сделал гитлеровский штандартенфюрер фон Орденне, за что получил сталинскую премию. Никакой Курчатов ее не делал. Но им раз вбили в голову какую-то глупость. И они эту глупость будут нести с собой как величайшую ценность. И этот верх глупости, это давать советы тем, кто умеет лучше тебя в этой жизни что-то делать. Вот эта совкадрочерность меня реально бесит. Ну, друзья, а нам свое делать. Я надеюсь, в 2022 году мы, наконец, восстановим конституционный порядок в нашей стране, нарушенный Зеленским и его командой. И я категорически убежден, что, я надеюсь, в этом году миллионы нас покажут этой власти, что за нами не сражает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!